Состояло всего 7 человек. Она уже провозгласила два основополагающих принципа. Во-первых, эта партия будет нести в массы истинную идеологию. Нервы Никола Пашинина, не выдержав, сдали в ходе выступления на митинге, в рамках агит-компании по выборам в совет старейшин Еревана. Посмотрев видео выступления Пашинина, можно увидеть, как премьер Армении, практически теряя над собой контроль, повышает голос до крика, что ясно показывает его душевное состояние на тот момент. Я поручаю полиции и СНБ с этого момента начать рейды, уложить на асфальт телохранителей, олигархов и высокопоставленных чиновников, и всех обезоружить. У вас два часа после, я жду ваших докладов, кричал он. Мы действуем по закону, и никто из нас не предпринимает каких-либо действий. У нас есть полиция и СНБ, и если увидим, что они не справляются с установлением порядка, то мы знаем, как это сделать. Я надену камуфляж, буду ходить по улицам, домам и лично установлю порядок в стране. Не унимался премьер. Пашинян заявил, что отныне берет на себя политическую ответственность за все аресты, которые будут иметь политическое и общественное значение. Ранее в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора службы национальной безопасности Армении Артура Ванецана и начальника специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В записи Ванецан рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана инструкция во чтобы не стало посадить Качаряна. Затем переходит к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецан подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор. Безудержная демагогия и игра на публику, выдаваемые за оптимизм, иногда перешагивают грани буфонады и напоминают полный идиотизм. Увы, нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян, грубо нарушая им же самим данные армянам обещания, слишком быстро превращается в уличного капуцина. Армянская политика в очередной раз доказала, что можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук, стать скандальным главным редактором, получить мандат депутата, подвизаться около бывшего президента, выдавать себя за родителя и спасителя нации, превратиться в марионетку большой игры, и после нескольких лет исправного посещения политтусовки превратиться в идиота. Все это заставляет сомневаться и в состоянии его психологического здоровья. Не будем говорить психического, оставим эти тонкие моменты специалистам. Кстати, вот как раз один из них. Армянское здание Еркрамос, тоже, видимо, озаботившись нездоровым цветом лица своего премьера, попросила известного московского психиатра с большим стажем, представителем армянской общины, пожелавшего по понятным причинам не называть своего имени, подготовить научно обоснованный психологический портрет Никола Пашинина. И он подготовил. С результатами, даже не требующими комментариев, стоит ознакомиться целиком в армянской газете. Сочетание поведенческих особенностей с определенными ограничениями интеллектуальных способностей, образованности, складывается в малоиспользуемые в настоящее время клинические картины музаичной психопатии, конституциональной глупости. Внутреннее напряжение делает их не стрессоустойчивыми, что может проявиться, как в виде телесных, так и психических нарушений. В отличие от лиц больных психозами, эти люди считаются дееспособными и вменяемыми, заявил армянскому изданию «Психиатр». Пожалуй, гражданам Армении следует серьезно отнестись к заключению специалиста. И не особо рассчитывать на наступление лучших времен. Стоявших прежде у власти воров сменил человек, замученный маниями и фобиями. А тут еще, и IQ, как нарочно.